МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Воробьёв взял проблему незаконной торговли алкоголем в Люберецком районе под личный контроль. День защиты детей отметили в гимназии номер 24. В Красково открылась новая футбольная площадка. Проблему незаконной торговли алкоголем в Люберецком районе будут решать на правительственном уровне. Во время прямого эфира губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что возьмёт этот вопрос под личный контроль. Глава региона отметил, что в Люберецком районе действуют ларьки, павильоны и другие объекты нестационарной торговли, где в нарушении действующего законодательства продают спиртные напитки. Андрей Воробьёв дал распоряжение министру потребительского рынка и услуг Московской области Владимиру Пассажинникову докладывать ему о ситуации с незаконной продажей алкоголя, подкрепляя свои сообщения фотографиями. Напомним, что с начала 2016 года в районе демонтировано 30 незаконно установленных палаток. Недавно прекратили своё существование сразу несколько торговых павильонов в Люберцах. Глава района и города Владимир Ружицкий лично проинспектировал снос нестационарных торговых объектов. По его словам, такая же участь постигнет ещё 100 палаток. Люберецкий студент завоевал золотую медаль на чемпионате «Молодые профессионалы». Напомним, что это крупнейшая конкурсная площадка для представителей рабочих специальностей, а победа в финале национального чемпионата даёт право участвовать в международных соревнованиях WorldSkills в составе сборной России. Студент Люберецкого техникума Константин Глинянов принял участие в чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции обслуживания авиационной техники. Он выполнил два модуля «Работа с металлом» и «Дефектация авиационного двигателя». Стоит отметить, что Люберецкий техникум не в первый раз принимает участие в подобных состязаниях. Так, в прошлом году Костя занял второе место на чемпионате технических специальностей WorldSkills Hightech. Впереди международные соревнования по стандартам WorldSkills. Они пройдут в 2017 году. Однако для участия в чемпионате такого уровня Косте необходимо сдать ещё три модуля. Так что для того, чтобы он поехал в Казань в составе сборной России, ему предстоит хорошо подготовиться. День защиты детей отметили в гимназии номер 24. Как известно, неотъемлемая часть заботы об отрастающем поколении – это забота об их здоровье. Поэтому с началом лета в учебном заведении стартовала оздоровительная кампания для детей. Первый летний день принёс много сюрпризов ученикам 24-й гимназии. Во дворе учебного заведения состоялся праздник, посвящённый Дню защиты детей. На торжество были приглашены учащиеся младших классов из соседних школ, а также руководство города. Ребята, я вам искренне желаю, чтобы вы добрались сил, отдохнули, подружились. У вас здесь, думаю, будет хорошо. Поэтому, ребята, отдыхайте, а мы будем стараться, чтобы у вас здесь было весело, красиво, уютно. При поддержке Люберецкого депутата Дмитрия Сухова рядом с гимназией появилась новая детская площадка, оснащённая современными игровыми конструкциями. Совместно с главой Люберецкого района и города Люберцы Владимиром Ружицким он принял участие в торжественном открытии игровой зоны. Работа проделана достаточно большая. Этот участок был заброшен, привели в порядок. И сейчас вот здесь разместилась эта площадка. В летний оздоровительный лагерь на базе гимназии номер 24 в этом году записали 110 детей. Теперь больше времени ребята будут проводить на новой игровой площадке. Также у нас, конечно же, предусмотрены различные мероприятия, как спортивные, так и развлекательные, эстетического цикла тоже. Уже художественно-эстетическое воспитание предусмотрено в лагере. Как и на любом детском празднике, не обошлось и без мороженого. Всех ребят угостили любимым лакомством, после чего они с удовольствием стали осваивать новую игровую территорию. Луиза Егия-Азарян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Мы за здоровое будущее! В Красково одним современным спортивным объектом стало больше. На стадионе «Электрон» состоялось торжественное открытие тренировочной футбольной площадки с искусственным покрытием. Юным красковским футболистам настолько не терпелось испробовать новое поле в игре, что свой тренировочный матч они начали до его официального открытия. Ведь еще совсем недавно это место представляло собой лишь пыльную площадку. Теперь познавать азы футбольного мастерства, оттачивать элементы любимого вида спорта под руководством опытного тренера мальчишки могут в любую погоду. Искусственное покрытие исключает появление на поле луж, грязи и неровностей. Мне очень интересно с ними заниматься, потому что, проводя занятия, видя, что они хотят, работа видна за полгода, они начали, ну, очень приятные все мальчишки, очень быстрые. В Красково есть футболисты, которые потом в сборную России попадут, может быть. Появление на стадионе «Электрон» новой площадки стало итогом работы Красковской администрации и местного совета депутатов по развитию спортивной инфраструктуры поселка. Все, что делается, делается для вас. Вы наше будущее, вы спортсмены, на которых приятно смотреть. Футболисты, уже готовая команда, фактически сборная России. Играйте, побеждайте, участвуйте во всех соревнованиях. Я думаю, что на этой площадке будут довольны все. И те, кто будет заниматься спортом любительски, и загорятся новые звездочки, которые будут бороться за честь Красковых. И вот наступает волнующий момент. Перерезана символическая красная ленточка. А это значит, что прекрасный подарок любителям футбола вручен. И можно вновь броситься в атаку, финтить, обводить и забивать. Футбол – это спорт, который нужно бить ногами, а руками и ногами можно в ротарам только. Там забивают, передачи дают, толкают. Там мои лучшие друзья. В ворота забивают мяч, и надо обыграть всех соперников. Бегаю, отдаю бас иногда и забиваю гол. Итак, условия для тренировок созданы. А юным футболистам есть на кого равняться. В прошедшем сезоне впервые в истории поселка и Люберецкого района футбольный клуб Краскова завоевал Кубок Московской области. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. В Московской области отметили пятилетний юбилей Азербайджанской национально-культурной автономии. На праздники собрались руководители всех 18 местных организаций, активисты, артисты и друзья азербайджанского народа. Национальные песни, танцы и угощения с порога – это характерная особенность всех кавказских праздников. А уж если отмечают юбилей, веселится вся округа. Так, на пятилетие Азербайджанской национально-культурной автономии Московской области приехали гости из Европы, разных регионов России и городов Подмосковья. Люберецкая автономия также поздравила своих земляков. В прошлом году 25 крупных мероприятий мы провели в наш район, в Люберецкий район, участвовали в восьми номинациях губернаторской премии, в трех одержали победу. После народных гуляний – торжественный концерт. Он начался с приветственной речи руководителя региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Галиба Агаева. Хочу гордостью сказать, что сегодня мы один из самых крупных региональных организаций Российской Федерации. 18 местных национально-культурной автономии объединения входят в наши организации. В Московской области проживают тысячи этнических азербайджанцев, и эта организация объединяет их всех уже не один год. Вместе они создают социальные и культурные проекты, поддерживают и развивают свои традиции и самобытность. В то же время автономия азербайджанцев Подмосковья открыта и для других национальностей. Артисты на празднике – тому подтверждение. Не забыли в тот день и о Великой Отечественной войне, которую бывшие Советские Республики выиграли вместе. Общая история – вот что объединяет наши народы. Сегодня 44 азербайджанца имеют звание Героя Советского Союза. Эта организация ведет очень системную, очень кропотливую работу. Эта работа направлена на то, чтобы сохранить, с одной стороны, свою историю, свои традиции, свою культуру. С другой стороны, показать эту культуру людям других национальностей. А в Подмосковье у нас проживает более 140 национальностей. И это очень замечательно, что здесь происходит такой обмен и взаимное обогащение. Замечательный праздник подвела итог заместитель председателя правительства Московской области Эльмира Хаймурзина. И поблагодарила азербайджанскую национально-культурную автономию за вклад в общее дело. Яна Яковлева, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. Уважаемые телезрители, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области Нина Лухтан проводит прием граждан. Он пройдет в здании Люберецкой администрации, кабинет 117. Дни приема понедельник с 14 до 18.00 и четверг с 10 утра до 16 вечера. На этом у меня все. С вами была Наталья Григорьева. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok